Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас с вами о восьмой главе Евангелия от Иоанна. Восьмая глава открывается довольно своеобразным таким эпизодом. Евангелист Иоанн рассказывает о том, как в храме Господу Иисусу приводят женщину, взятую в прелюбодеяние. История, с одной стороны, очень известная, а с другой стороны, вызывает, конечно, определенные вопросы. Конвай ее достаточно проста. Фарисеи, которые были ревнителями закона, приводят именно к Иисусу, не вообще на какие-то следственные действия, а именно к Господу Иисусу подводят женщину, которая обличена в том, что она изменила мужу. И спрашивают ее, что нам, спрашивают Христа, что нам делать. Потому что закон требует побиения камнями. Это такая своеобразная достаточно форма смертной казни, но без всякого сомнения форма именно смертной казни. По закону эту женщину должны убить. Ну и, в общем, все остальные законные последствия этого события остаются за кадром. В сущности, они не так уж и важны. И вот они спрашивают Иисуса, что нам делать, что ты скажешь. Во-первых, конечно, читателю довольно важно подумать, а что они ожидают от Господа Иисуса. Это такой же провокационный вопрос, как, скажем, вопрос о подойти кесарю, о семи братьях, которые были женаты на одной женщине и так далее. Потому что и фарисеи, и садукеи задают Иисусу целую серию провокационных вопросов. Вот в данном случае они ожидают, что, может быть, Иисус скажет, что да, ее надо побить камнями. И тогда, по-видимому, они могут, скажем так, оспорить то, что он проповедует. Оспорить то, что он говорит о божьем милосердии, то, что он говорит о ценности человеческой жизни. С другой стороны, они ожидают, что, может быть, он скажет, нет, не надо побивать ее камнями. И тогда, очевидным образом, они могут утверждать, что он противник закона, что он призывает к нарушению закона, что само по себе, по крайней мере, так фарисеи считают, само по себе должно отвратить от Иисуса тех, кто прислушивается к его проповеди, к его свидетельствам. И, как это бывает очень часто в подобных ситуациях, Господь переводит этот разговор в какую-то совершенно другую плоскость. Он не предлагает фарисеям решение, надо или не надо побивать камнями эту женщину. Он говорит, посмотрите на себя. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И тогда, собственно, оказывается, что разговор не о отношениях этой женщины с Богом и законом, ну и с ее мужем обманутым, конечно же, да, а это разговор об отношениях с Богом тех, кто пытается обвинить ее, кто хочет обвинить ее, кто из вас без греха. Пусть первый бросит в нее камень. И вот Господь, когда они все разошлись, устыдившись, говорит ей, я не осуждаю тебя, иди и дальше не греши, иди и в будущем не греши. Ну, это на самом деле очень важная вещь, потому что, призывая ее не грешить, тем не менее, вот он оставляет ей свободу что-то изменить, что-то исправить в своей жизни, что-то сделать со всей этой историей. Вот, и в связи с этим еще на две вещи, я думаю, надо обратить внимание. Во-первых, конечно, Евангелист Иоанн пишет о том, что, услышав слова Христа, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень, эти люди, обличаемые совестью, стали уходить один за другим. И надо сказать, что это, вообще говоря, свидетельствует их об их глубокой вере и подлинном человеческом достоинстве. Потому что, если мы спросим самих себя, то мы увидим, что в наше время, да и не только в наше, конечно же, огромное количество людей тут же начало бы кидаться камнями, считая себя без греха. Вот потому Господь и обращается, может быть, к фарисеям, потому Господь и свидетельствует об Отце Небесном именно среди вот этих людей, что они способны, в отличие от очень и очень многих других, способны признать свою греховность и сделать из нее выводы. Я бы сказал, что для читателя вот это вот, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, может быть, одна из самых поучительных вещей в этом рассказе, то, чему нам действительно нужно учиться и учиться. И, конечно, как вы понимаете, это очень ясный пример того, о чем много раз говорит Иисус, призывая своих слушателей, своих учеников, не судить, не осуждать и смотреть в первую очередь на свои грехи, за которые мы отвечаем. И еще одна важная вещь, конечно, вопрос о том, а, собственно, зачем евангелист рассказывает нам это? Почему именно в этом месте помещается этот рассказ о женщине, взятой в прелюбодеянии? В предыдущих главах двух и даже больше мы видели достаточно такой пространный пересказ бесед Христа и с фарисеями, и с учениками, и просто с иудеями, которые приходят его слушать. Бесед, в которых он говорит часто шокирующие вещи, говорит о себе как о хлебе жизни. И в конечном итоге ученики его вынуждены задуматься над тем вообще, как можно его понимать, его слушать, за ним ходить. Буквально в предыдущей главе Петр говорит, к кому нам идти, ты имеешь слова жизни вечной. И дальше евангелист рассказывает вот об этом странном эпизоде, сюжетно не очень связанном с предыдущим рассказом, и, очевидно, какие-то другие вообще задачи евангелист перед этим фрагментом ставит. И действительно, для него это скорее такая модельная ситуация, на примере которой он предлагает читателю увидеть, или, вернее, услышать то, что дальше будет говорить Господь. Потому что слова, которые евангелист Иоанн приводит дальше, они как раз иллюстрируются и могут быть поняты на фоне вот этой истории про женщину, взятую в прелюбодеянии. Итак, мы видим с 12 стиха, как Господь обращается к народу, который стоит здесь, видимо, вокруг, наблюдая за тем, какое решение примет Иисус, что он скажет фарисеям, он обращается к этому народу и говорит, «Я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вообще-то совершенно потрясающие, конечно, слова. Вот он говорит, «Я свет миру». И мы видим, как несколькими строками раньше вопросы Иисуса к фарисеям, «Кто из вас без греха? Пусть первый брось на нее камень». Как этот вопрос действительно, как свет, выявляет именно для самих фарисеев их собственную греховность, которой они стыдятся, от которой они хотели бы освободиться и отказаться. Это очень наглядный пример, потому что в отсутствии Иисуса можно было делать вид, что они супер-пупер-гипер-праведные, и все с ними на пять с плюсом. Но когда ты стоишь перед ним, и он задает этот вопрос, «Ну, брось на нее камень, если ты без греха стыд», удивительное свойство, отличающее вообще, говорят, человека от животных, вот не дает этому возможности. Как свет, жизнь человеческая, и твое сердце, то, что ты из себя представляешь, тебе самому становится видно. Еще тоже очень важно, что, понимаете, в этой истории с женщиной, взятой в прелюбодеяние, ни Иисус, ни сами фарисеи не рассказывают окружающим про то, какие эти фарисеи плохие и грешные. Мы не узнаем, что там у них за душой, кто из них давал взятки или брал взятки, кто торговал с нечестными гирями, кто еще в чем-нибудь провинился. Это не предмет для рассмотрения. Другими окружающими людьми, тем народом, который вокруг Иисуса стоит, или читателям, которые читают рассказы Анны об этом, это свет, который тебе самому делает видимой твою природу, твое сердце, что в нем действительно на самом деле есть. И это, вообще говоря, следует с честь. Потрясающим Божьим милосердием Господь, говоря, не судите и не выставляет на показ грехи этих фарисеев. Они сами в свете, который есть Иисус, могут себя увидеть. Это, вообще говоря, довольно тоже поучительная вещь, потому что в других религиозных контекстах, в том числе в очень большой степени, и в христианском, вот такое вот бравирование своей грешностью, такие вот разговоры, «Я самый хуже», прочее, прочее, похвальба в сущности, стали очень модными и остаются таковыми на протяжении долгих столетий. Но не так действует свет Иисуса. Но все-таки, я думаю, что для читателя, в первую очередь, тех, для кого писал Иоанн, принципиально важно то, что дальше говорит Господь. Фарисеи, конечно, начинают с ним так или иначе спорить, говорить, что это ты о себе свидетельствуешь, что ты свет миру, и твое свидетельство может быть и недостаточно убедительно, на что Господь говорит о том, что «Да, я свидетельствую, потому что я знаю, кто я, откуда пришел, куда иду», и дальше говорит несколько совершенно удивительных и очень важных слов. Во-первых, снова обращаясь к тем фарисеям, которые в свете Иисусу устыдились и ушли, он говорит, «Но я не сужу, я не сужу никого». А попытки этих фарисеев подвести женщину, взятую в прелюбодеянии под смертную казнь, он говорит, «Вы судите по плоти, я не сужу никого». Если и сужу, то суд мы истинен, но дальше он говорит об отце и тоже свидетельствует, что Отец Небесный не судит. Вот эти потрясающие слова Иисуса, «Я не сужу никого». На самом деле должны бы нас заставить, ну, в христианстве вряд ли уместно слово заставить, наверное, понудить, призвать нас очень задуматься над тем, что мы называем судом. Посмотрите, как часто мы в своих головах, в своей там религиозной живописи, в своей культуре изображаем Иисуса грозным судьей, как много песен, мифов мы слагаем про то, как вот Господь Иисус на престоле, мы там, значит, к Нему по каким-то кривым и извилистым, и сложным путям добираемся, нас там судят, взвешивают, да, как ангел на перу, перу Валтасара, ты найден на весах, взвешен на весах и найден слишком легким. А Иисус говорит, «Я не сужу никого». При том, что, конечно же, он говорит и о последнем суде в 25 главе Матфея, и в некоторых притчах он об этом говорит, но, повторяю, нам очень важно задуматься над тем, что картина не такая примитивная, как мы привыкли себе думать. Что-то здесь не совсем сходится, потому что Иисус ведь не зря говорит, «Я не сужу никого». И, собственно, в том, что он будет говорить о себе, об Отце Небесном дальше, видно, что он на стороне человека, на нашей стороне. В этом суде он скорее Гоэл, утешитель, защитник, а не обвинитель. Он, кстати, ведь и сам говорит, «Есть на вас обвинитель» Моисей. И вот это очень важная вещь. И еще дальше Господь говорит, «Даже если я и сужу, если увидеть, это как суд, мой суд истинен». Почему? Потому, говорит Иисус, что я не один, но я и Отец, пославший меня. Таким образом, получается, что тем критерием, по которому происходит суд, по которому, кстати, вот фарисеи, обличаемые совестью, уходят и судят себя, является отношение личности с Отцом Небесным. Вот, когда это отношение Иисуса с Отцом, это истина, в этом есть полнота правды, а кроме Него никто из нас этим похвастаться не может. И еще одна возникает тема здесь же, в этом месте, которая будет важна во всей восьмой главе, и не только. Господь говорит фарисеям в данном случае, спорящим с Ним о том, что, ну, вы не знаете Меня, не Отца Моего. Сидя у сокровищницы, в храме, Иисус говорит вот этим профессионалам в деле, в религиозном деле, знатокам закона, которые думают, что они все про Бога знают, Он говорит, вы не знаете ни Меня, ни Отца. есть что-то такое, чего вы не в состоянии понять, постичь, пережить в глубине собственного сердца. Дальше этот разговор еще будет продолжен. С 21 стиха начинается в каком-то смысле новая с логической точки зрения часть этой главы, потому что формулировки евангелисты Иоанна не дают нам основания утверждать, что 21 стих и дальше являются непосредственным продолжением того, что было выше. Может быть, а может быть и нет. И может быть с 21 стиха разговор, который продолжается через определенное время. Опять, пишет евангелист Иоанн, говорит им Иисус, я отхожу и будете искать меня и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. И, в общем, конечно, главное, что евангелист хочет, чтобы мы увидели разговор о том, что чуть выше было сказано, вы чего-то очень важного не знаете об отце. Вы чего-то очень важного не знаете и не понимаете об отношениях людей с Богом, о том, зачем вообще существует закон, что вообще такое вера народа Божьего. Об этом речь, когда Иисус говорит, куда я иду, туда вы не можете прийти. Ну, потому что, знаете ли, через короткое время он разбойнику скажет, ныне будешь со мной в раю. И все-таки, тем не менее, он говорит, вы туда не можете прийти. Почему? Скорее всего, это еще одна, с другой стороны, формулировка той же идеи. Чего-то вы очень важного и нужного не знаете. Иудеи спрашивают его, пытаются понять, между собой разговаривают и говорят, он что, собирается себя убить, что он говорит, куда я иду, вы не можете прийти. О чем вообще разговор? И на это им Иисус говорит о том, что вы из этого мира, я не из этого мира, вы от мира сего, я не от мира сего. И тоже христиане на протяжении двух тысячелетий довольно ловко жонглируют этой фразой, большей частью в довольно своекорыстных интересах. Если пытаться понять, о чем же говорит Иисус, то в первую очередь мы увидим с вами следующее. То, что от мира сего подвластно законам, мотивациям, побуждениям этого мира, его, как в одном малопочтенном тексте, было написано его радостям и его печалям. Да, но Иисус говорит о себе как о том, кто не подвластен законом этого мира, чьи мотивации, то, почему он совершает свои поступки, говорит свои слова, как он относится не от этого мира, а от Отца Небесного. Да, вот другие, особенные отношения с Отцом Небесным. Дело, собственно, не в том, плохо или хорош этот мир. Он и плох, и хорош, и одновременно. Плох по нашим грехам, и хорош потому, что Богом сотворен. Но дело в другом, что Иисус именно принадлежит Отцу и Его поступки, Его слова, Его действия, само присутствие Его в этом мире – это исполнение воли Отца, а не законов тварного мира. Обратите еще внимание на то, что хоть этого слова и нету в тексте Евангелия от Иоанна, вот это «Я не от мира сего» довольно точный перевод того, что в умах Его слушателей, в культуре Ему современной называется словом «кадош» – святой. Кадош – это буквально не принадлежащий этому миру, тот, кто находится в мире, но принадлежит Богу. И обращаясь к Богу, как видел пророк Исаия Первый Иерусалимский в Иерусалимском храме, ангелы воспевают Богу «кадош, кадош, кадош», «свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот Иисус говорит о себе «я не от мира», то, что в переводе должно означать «я кадош», «я принадлежу Отцу Небесному», «я святыня Господу», как есть еще выражение в Священном Писании. Это тоже вещь очень важная, о которой надо задуматься, о которой надо задуматься. Дальше, продолжая свою речь, Господь говорит, «ну вот потому я вам и сказал, что если не уверуете, умрете в грехах ваших, потому что все дело в том, как вы относитесь к Отцу, каковы ваши с Ним взаимоотношения, согласны ли вы принадлежать Ему, готовы ли вы быть подвластными Отцу, а не чему угодно другому, что может быть, как Павел выражается, средостением, некоторым опосредованием. То есть Иисус получается предлагает фарисеям, ну не только фарисеям, всем, кто его слушает, вот действительно найти Отца Небесного, войти с Ним вот в такие прямые отношения, прямые и непосредственные. Вот они изумляются этому, изумляются тому, что Он приводит им в пример свое предстояние Отцу Небесному и спрашивает Ему, ну и тогда кто же ты такой? Кто же ты? И Господь на это отвечает им от начала сущий, как и говорю вам. Тоже чрезвычайно важные слова, которые нуждаются в обдумывании, в размышлении. Понимаете, ведь Он скорее всего произносит имя Божие, произносит может быть по-арамейски, но все же для фоисеев точно, совершенно понятно, что Он отсылает слушателя к тому тетраграмматону священному имени, который принадлежит только Богу и никому больше, и который только с великим благоговением раз в год первосвященник во святое святых может произнести, призывая благословение всемогущего на народ израилев. И вот Иисус о себе говорит от начала сущий, как я и говорил вам. Буквально совсем через немного строк Он будет говорить еще и слова «Я и Отец одно». Вот сущий, тот, кто, наверное, в русском переводе было бы уместно перевести это имя Божие, как «Я есть тот, кто Я есть», или «Я это Я», как иногда его приводят. Вот это абсолютное бытие ничем не обусловленное личность самого небесного Бога. «Я это Я», говорит Иисус. И судя по реакции фарисеев, они отлично поняли, о чем он ведет речь. Вовсе дело не в том, что от начала прежде сотворения мира. Кстати, эта идея была не вовсе чужда фарисеям, потому что среди разных направлений фарисейской мысли богословской были представления о том, что прежде бытия мира есть какие-то важные вещи, премудрость, которое суждено в этом мире стать Торой, законом Бога, Мессия, который существует прежде бытия мира, в котором Мессии суждено стать спасителем народа Божьего. То есть прямо уж совсем какими-то еретическими такие мысли могли фарисеям и не показаться. Но что действительно им требовалось либо принять, либо не принять, и здесь невозможно были никакие колебания, это вот это вот сущий, сущий, тот, кто вывел вас рукою крепкую мышцу и простертую из Египта, из дома рабства, это я, говорит Иисус. Ну и в общем это оказывается для фарисеев, как мы с вами знаем, совершенно неприемлемо. Господь говорит дальше о том, что Он приносит в этот мир людям, которые Его видят и слышат действительно откровение Отца, что я слышал от Него, то и говорю миру. И еще в контексте этого разговора очень важная вещь, над которой тоже следовало бы нам с вами задумываться, потому что это довольно многоплановое выражение. Господь говорит, когда вы изнесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Тогда узнаете, что это Я. Во-первых, конечно же, прямой смысл этого выражения говорит нам о кресте. Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе, говорит Господь, беседит с Никодимом, когда вы изнесете Сына Человеческого, по крайней мере, после его смерти на кресте и воскресенье, совершенно очевидным образом соотносятся с тем, что он поднят над землей на кресте. Более поздние толкователи любили также говорить о прославлении, о почитании, поклонении Иисусу как Сыну Человеческому обо всем том, о чем мы обычно с вами думаем в богослужебном контексте. И этот смысл тоже здесь есть, но все же не на первом плане. А на первом плане вот, что Иисус говорит, когда поднимите меня над землей, и он-то знает, что речь идет о кресте, тогда вы знаете, что это я. Мы, надо сказать, как и фарисеи и другие современники Иисуса, слушающие его, скорее ожидали бы, что когда он будет побеждать всех противящихся ему, тогда мы узнаем, что это он. Когда он будет расшвыривать оккупационные войска или карать противящихся ему, или еще что-нибудь в этом же вкусе, тогда мы готовы были бы увидеть в нем силу Божью. А Иисус говорит о совершенно другом, о совершенно другой реальности. Он говорит, что когда на кресте вы изнесете Сына Человеческого, когда действительно люди попытаются продемонстрировать свое полновласть и свою жестокость на нем, распиная его, вот тогда вы узнаете что-то о Боге настоящее, важное, вот то самое, чего вы о нем не знаете и чего не можете понять, тогда узнаете, что это я. И, кстати говоря, это я, это тоже еще одна отсылка к священному имени Божьему. Дальше евангелист Иоанн переводит взгляд читателя на то, как продолжается, по-видимому, этот разговор, но уже не с фарисеями и не просто с иудеями, которые где-то там вокруг в храме находятся. А он рассказывает нам о разговоре Господа Иисуса с учениками, с уверовавшими в него иудеями, которым Господь говорит, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Ну, тут ведь и комментировать-то особенно нечего, да, действительно, чтобы быть его учениками, настоящими, истинными, надо быть в его слове. Все понятно. Единственное, что мне хотелось бы отметить, что, в общем, нет впечатления, чтобы мы очень стремились действовать в своей жизни, поступать так, как говорит Иисус. Это важно, прибыть в его слове. что это значит. Это ведь не только знать текст Священного Писания наизусть, хотя и это тоже не вредно. Я думаю, что он в первую очередь говорит о том, чтобы мы действительно знали содержание, суть, смысл того, что Иисус открывает нам о себе и об Отце Небесном. Вот, что значит прибыть в слове его. И обратите тоже внимание, что он не предлагает никаких других источников, так сказать, потому что фарисеи, дискуссия с которыми была в предыдущем абзаце, у этих фарисеев, кроме, собственно, Торы, есть еще куча всего. Длинный свод правил, обычаев, высказываний старцев и прочее, и прочее. Да, то, что они называют устной Торой. Ну, потом и эта устная Тора была в конце концов записана, и отчасти подобного процесса и в нашей христианской истории происходит. Иисус говорит о слове моем, слове своем, и в общем больше ни о чем. Это довольно важно, потому что тоже, как показывает практика, мы с очень большой легкостью задвигаем его слово куда-то поглубже, заменяя его вот тоже такой своеобразной устной Торой. Вот, но дальше больше. Дальше Иисус говорит уверовавшим в нему иудеям, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так сложилось исторически, как выражались большевики. что эти слова Иисуса по большей части толковались и толкуются примерно почти с начала II века, как некоторое заявление в терминах философских, эллинской философии в первую очередь. Хотя это едва ли правильно. Ну, то есть, конечно, можно и так тоже, можно думать об истине в таком сократовском смысле этого слова, о свободе, прочее, прочее. Но, собственно, для иудеев, которые слушают Иисуса, уверовавших в него, надо смысл того, что он говорит, в каком-то противоположном направлении с конца пытаться понять, потому что это люди, которые все время живут в ощущении чудовищной и несправедливой несвободы, в ужасе, в тяготах от того, что вот уже по меньшей мере 400, то и все 500, если не больше лет, начиная с Вавилонского плена, они никогда не свободны, они пытаются следовать закону, они пытаются соблюдать этот закон, насколько это возможно, и так далее, и тому подобное, но они никогда не свободны. То персы, то греки, то римляне, ну, то есть, сначала там еще династия Антиохов и так далее, все время эти люди живут в условиях оккупации, оккупационного режима, которые относятся к ним с презрением, к их вере, с сарказмом и пренебрежением, ну, и, конечно же, реальную власть над ними осуществляет налоговая инспекция, их обдирают как липку, поэтому они всегда на грани нищеты, всегда презираемые и всегда в вот таком чудовищном переживании несвободы изгнанников на своей собственной земле. Нам очень важно на самом деле вообще хоть чуть-чуть примерить это на себя. Мы за те 30 лет, как мы живем без советской власти, немножко забыли, что это значит. Ну, и поэтому нам, может быть, бывает трудно понять. Иудеи мечтают, что, может быть, вот этот человек сможет сбросить ярмо язычников, сможет освободить их когда-нибудь. Ожидают, что это будет бунт, восстание, борьба, кстати говоря, за престол, потому что на протяжении 100 лет до тех событий, которые Евангелистан описывает, таких бунтов в истории народа Божьего было не так мало. И даже, я бы сказал, наоборот, довольно много. С регулярностью движения планеты они возникают. Эти попытки обрести свободу совершенно неудачные, все время заканчивающиеся кровавыми расправами оккупантов, разного рода большей частью римлян над народом Божьим. И вот эта мечта о свободе, потребность в этой свободе для этих людей вовсе не означает, ну, или не в первую очередь, означает свободу внутреннюю, интеллектуальную, духовную, или даже моральную. Речь идет о самой банальной свободе, физической, политической свободе, быть тем, кем они хотят быть, свободе, исповедовать свою веру, которую они хотят исповедовать, потому что это в условиях оккупации для них чрезвычайно тоже затруднительно. но вместо призыва к бунту, к восстанию, превращению в то, что сейчас в этом регионе называют маджахедами, а тогда называли зелотами, вместо этого Иисус говорит познайте истину, познайте истину, он говорит собственно о том, что он от начала сущий, он святыня Господу, он тот Бог, который не подвластен этому миру, его особые отношения с Отцом это свет, который дает людям, поверившим его, увидеть в правде себя и свою жизнь, вот где-то здесь лежит поле значений того, что Иисус называет истиной, потом он скажет это я, путь истины и жизни, я есть, путь истины и жизнь, и вот он говорит познайте истину, он предлагает слушающим его людям войти в какие-то такие отношения с Богом и с людьми, которые подобны его и Иисуса отношениям с Богом и людьми, и это сделает вас свободными, вне зависимости от внешних политических или каких-то еще ограничений и проявлений несвободы, и надо сказать, что это вызвало очень бурное негодование его слушателей, потому что они говорят в сущности совершенную чушь. Мы семя Авраама, что правда, и не были рабами никому никогда, что чистое вранье, потому что конечно же люди, предки людей, которые это говорят, были 400 лет рабами фараона в Египте, а последние перед этим моментом 500 лет были рабами самых разных политических режимов, которые на Ближнем Востоке буянили. Ну и мелкие всякие исторические события можем еще оставить за кадром. вот когда они говорят мы не были рабами никому никогда, это конечно звучит очень нелепо. И на это Господь говорит им тоже фундаментально важную вещь, всякие делающие грех есть раб греха. Он говорит снова о том, что не так важна свобода внешняя, она важна, она нужна, она необходима, но она начинается изнутри. Всякие делающие грех есть рам греха. И вот он предлагает слушающим его быть как сыны Божьи. Если сын освободит, вас истинно свободны будете. Дальше в продолжении этого разговора Господь надо сказать по-видимому с большой горечью говорит о том, что но мое слово не вмещается в вас. И это тоже вещь, которую надо примерить на себя. Его слово, то, что он говорит о жизни, об истине, вмещается в нас с большим трудом. Дальше несколько стихов приводит его диалог с этими иудеями, которые говорят, что отец наш Авраам, когда Иисус предлагает им собственно усыновиться самому Богу. А Господь говорит, если бы это было так, вы любили бы меня. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. В сущности это примерно тоже о чем был разговор в шестой и в седьмой главе. Если вы действительно хотите творить волю Отца, вы узнаете о учении моем от Бога ли оно. Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Таким образом, Иисус предлагает не дожидаться, когда что-то произойдет, а начать этот путь усыновления Богу. И тогда ты сможешь услышать слова Божьи. Это довольно трудная дискуссия. И, кстати говоря, Евангелистан довольно пространно ее передает, видимо, для того, чтобы была понятна, так сказать, внутренняя логика спора фарисеев с Иисусом, чего именно они не хотят и не могут принять. В заключительной части главы, в заключительной части этой дискуссии Иисус говорит, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Значит, он свидетельствует, что те, кто попытаются, дерзнут пойти за ним и соблюсти слово его, обретут ту жизнь, которая не подвластна смерти, не увидит смерти вовек. Судя по тому, как реагируют фарисеи, они в первую очередь понимают, что речь идет действительно о вхождении в жизнь Божью, в царство Отца Небесного, Поэтому они с возмущением говорят, ну, конечно, и Авраам умер, и пророки умерли, а ты вот чем себя делаешь, если соблюдая твое слово можно войти в эту жизнь вечную и не увидеть смерти вовек. На что Господь говорит о том, что меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что он Бог ваш. Таким образом, дело именно в том, что в нем в Иисусе пребывает Отец Небесный, и именно поэтому соблюдающий слово его не увидит смерти вовек. Ну, фарисеи, конечно, не готовы услышать его, поэтому начинают снова все то же самое, говорить, тебе нет еще 50 лет, а ты видел Авраама, ну, то есть, пытаясь представить слова Иисуса словами безумца, что, без сомнения, не так, на что Господь говорит уж совсем откровенную вещь, открытым текстом, прежде нежели был Авраам, я есть, ну, во-первых, это тоже форма передачи священного имени Божьего, я есть, и, кстати говоря, в Гефсиманском саду, когда Иисус прибегает к этой же форме, стражники падают ниц, на лица свои, потому что они прекрасно понимают, что это произнесение священного имени Божьего, вот, кроме этого, когда он говорит, прежде нежели был Авраам, я есть, это тоже его недвусмысленное свидетельство о том, что он и есть тот Мессия, который приходит в этот мир, чтобы спасти его. И, наконец, конечно же, Господь таким образом говорит о том, что именно он тот, с кем заключается завет с Богом, завет Авраама, завет на горе Синай и так далее. Вот, прежде нежели был Авраам, я есть. Да, можно считать это довольно провокационным высказыванием, потому что, конечно, ярость фарисеев тут просто не поддается описанию, они берут камни, чтобы бросить на него немедленно, как только они слышат. Ну, и мы видим еще, как все дальше и дальше то, что говорит Иисус, становится все более и более обоюдоострым мечом, как говорится о Слове Божьем, потому что тут уже прямо совсем не получается не определиться, не сделать в каком-то смысле свой выбор. Или мы принимаем то, что он говорит, что прежде, нежели был Авраам, он есть или не принимаем. и альбом. На этом кем-то Продолжение следует...